Доброе утро! Всем привет! Вот сегодня не на тренировку еду, нет. Сейчас перед Новым годом много дел, которые надо завершить. Сейчас еду в банк, вызывает меня банк, очень хочет увидеть. Но не для того, чтобы сделать какой-то подарок перед Новым годом, а чтобы поднапрячь. Всем привет, привет, кто выходит в эфир. Замечательно. Сейчас еще подождем, что кто-то подтянулся и начнем, соответственно, общаться уже по теме. Обязательно жду вопросов, обсуждений, дебатов, чтобы было интересно. Потому что всегда интересно отвечать на вопросы. Почему я обозначил сегодня для эфира вот такую тему? Потому что вчера мне по этой теме задали вопрос, когда у меня вышел эфир, или позавчера, да, позавчера, наверное, по поводу того, как успевать, можно ли, есть ли жизнь после свадьбы. Я имею в виду, нет, конечно, тема была другая. Есть ли жизнь после 40 и можно ли что-нибудь успеть. И вот там, значит, затрагивалась тема, что для эффективности нужна воля, отсутствие лени и тому подобное. И сразу риск. И я, значит, обозначил, что это абсолютно другая тема. И в рамках данного, значит, эфира я обозначать ее, вернее, раскрывать ее не буду. Вот. И мне вопросы сразу были. Все-таки хотелось бы там знать, да, как все-таки можно. Вот. И обдумав такую сентенцию, можно ли заменить волю мотивации, а почему к этой сентенции, в общем-то, подошел, пришел к выводу, что нельзя. Друзья, не то, что пришел к выводу, вывод к нему я давным-давно пришел. Я пришел к формулировке для того, чтобы рассказать вам на этом, значит, эфире, что я по этому поводу думаю. Вот смотрите, какая вещь. На самом деле, великая штука мотивации. И во всех абсолютно о практиках и о тренингах обычно все коучеры, они говорят о том, что для того, чтобы начать как-то двигаться в какую-то сторону, для того, чтобы взять какие-то хорошие привычки, делать что-то, то, что вы считаете нужным делать, нужно сформировать для начала мотивацию. Это, в общем-то, правильно, да. То есть мотивированный человек, он с удовольствием будет делать то, что запланировал, потому что он находится на душевном таком подъеме, и он хочет двигаться туда, куда он хочет двигаться, и он на это настроен. То есть вообще мотивация что такое? Это настрой. От слова настроение. Человек настроен, чтобы действовать вот таким образом. И он действует так. Но вся беда мотивации заключается в том, что она исчезает, как правило. То есть это как состояние влюбленности, да. Если оно не заменяется более сильным и обоснованным чувством, то оно проходит. Понравился человек, раз занравился. А влюбленность была, прошла. Вот и мотивация также появилась и исчезла. И мы это очень прекрасно все видим, когда посещаем спортивные клубы, какие-то секции. Да у нас в жизни у каждого такое, в общем-то, наверное, и бывало. То есть захотел там человек заняться бегом, у него мотивация. Вдруг он там покупает форму, кроссовки, там все, на стадион пошел. Первое время он готов в клуб ходить чуть ли не по три раза в день, когда купил абонемент. А потом потихонечку мотивация. Я сошла на нет. Он сначала замораживает карту на месяц. Надо что-то отдохнуть немножко, что-то больно рьяно взялся за дело. Потом еще что-то, и в итоге полгода он вообще в клуб не ходит, и на абонемент пропадает. Где-то типичные картины на самом деле. Так же бросают бегать, так же бросают закаливание, наплеваться холодной водой на морозе и так далее. Все бросают. Потому что исчезает мотивация. Есть определенные методики и тренинги, которые позволяют мотивацию отрансформировать. То есть перерождая один мотивирующий фактор в другой. Но что в итоге все равно ведет к тому же самому действию, которое вы считаете нужным делать. Например, взять то же самое с закаливанием. А сначала вы мотивируетесь тем, что, ну пусть это низкая мотивация, но, так сказать, работает. То, что выложите эти фото в инстаграм, как вы это делаете. Ну, отобливаетесь водой. Кому-то бросите вызов, там, челлендж, там, да. Потом у вас, так сказать, мотивацию формируете себе по поводу, что вот сейчас будет грипп, а вы из-за того, что сейчас обливаетесь самой водой, не заболеете самой гриппом, потому что вы простимулировали домуетец. Потом вы привлекаете кого-то в это движение и становитесь негласным лидером данного движения, если вы еще приобщили к этой теме пар-тройку человек. Вот. У вас еще мотивация, то есть, потому что вы лидер. И так далее. И так можно долго делать. Вот. И в итоге, в итоге, мотивация может, в принципе, даже перерасти в привычку. Когда вы это уже будете делать достаточно легко и вам не потребуется дополнительная мотивация. Вот такая, как бы, тема. Она работает. Работает, безусловно. Вот. Но вы поймите, что вы на самом деле меняете мотивацию. Не над мотивацией работаете. Вы работаете над созданием привычки, что очень хорошо. А привычка, это и есть, вообще, совокупность ваших привычек формирует и охарактеризует ваши волевые качества. И вот теперь мы поговорим о воле. А вот воля, это более серьезная вещь. Она более продолжительное понятие такое во времени, долгосрочное. Именно формирование воли, есть конечный фактор, который позволяет, на самом деле, достигать больших результатов. Смотрите. Если вы формировали, предположим, привычку, вот так вот меня я мотивацию, трансформирую я мотивацию. Вы вырабатываете именно привычку для данного действия. И все. Это не является перекрестным каким-то фактором. То есть вы не можете трансформировать данную вещь на что-то другое, если это рассматривать в чистом виде. Но если вы работаете над рядом таких самих привычек, то вот совокупность ваших привычек формирует ваши волевые качества. И наслаиваясь друг на друга, когда вы, преодолевая что-то неприятное даже, но полезное, что вы понимаете, что это нужно, формируете целый ряд самих привычек, самих полезных, вы тем самым начинаете формировать волю, которую вы можете перекрестно использовать для достижения новых задач. И мотивация вам уже не понадобится. Я поясню, что я имею в виду. Если вы захотите освоить что-то новое, вот, например, вы там освоили закаливание, привычкой для вас, естественно совершенно, еще что-то, предположим, регулярные посещения тренажерного зала, регулярный бег, то вам не понадобится подобным образом, как вы вот этого достигали, подобным образом создавать кучу мотиваций для того, чтобы, например, изменить свой режим самих питания. У вас уже сформируется, у вас уже рядом вот этих самих привычек совокупных сформируется воля. Вот такое качество. И эту волю можно использовать уже по любому направлению. То есть вы просто принимаете решение, что для вас что-то нужно, и вам уже не требуется мотивация. Вы просто спокойно включаете, как тумблер, вот эту волю и делаете то, что хотите. Поэтому воля – это гораздо более значимое качество. Но я и сразу вам, ну там, рисовал, как ее тренировать. Любое качество наше, любое абсолютно, от физических качеств до морально-нотетических, это, там, значит, умственных, ментальных, это все «мускул», а в кавычках, ну, в кавычках, потому что это же нельзя мышцами назвать, да, натуральный мускул. То есть это все тренируется абсолютно, абсолютно тренируется. То есть если вы над чем-то работаете регулярно, это качество тренируется. Оно становится более автоматическим, более эффективным, четким, точным, его легче использовать и применять. Так вот воля, она тренируется точно так же. И, конечно, лучше всего начинать тренировать такие качества с самого детства. Потому что я уже однажды говорил в одном из эфиров, что нетренировка того, что вы хотите, является тренировкой привычки не делать того, что нужно. То есть неделание – это не пассивный процесс, это процесс активный, который вызывает тренированность в неумении собраться, начать действовать. Поэтому если вы считаете, что вы в любой момент можете начать, и это будет все легко – нет. Чем вы старше, тем вам труднее формировать новые привычки, потому что вы уже натренировали, как их не тренировать. Кстати, тренировка нетренированностью намного проще, потому что вам для этого особо напрягаться не нужно. И поэтому, если вы думаете, что вот я сейчас там типа на массе, так оправдываю себя, а потом к пляжному сезону, то я там форму наверстаю. Нет, ребят, ничего не получится, это сделать толком. И потом откат будет очень самим быстрым. А что касается более серьезных вещей, вы никогда ничего в жизни не поменяете, если до 40 лет вы тренировались ничего в жизни особо не менять, и булки не напрягали. Будет намного труднее. То есть научиться языку, предположим, в 40 лет намного труднее, чем если бы вы начали получить его в 7 лет. Это же очевидно совершенно. Но, конечно, лучше поздно, чем никогда. И поэтому тренировать волевые качества надо, если вы пришли к такому пониманию, что вам воля нужна, и вы хотите что-то в жизни поменять. Надо начинать прямо вот с этого момента. Когда, если вы это действительно хотите, не надо ждать вот Нового года, который наступит через пару дней, или еще чего-нибудь. Прямо сейчас принимайте решение, вот прям в сию секунду, и начинайте действовать. А как надо начать действовать? А я вам уже нарисовал. Вы, значит, можете пойти таким путем, как... Ну, это простой путь, это путь такой детский, как я нарисовал вам. То есть вы выбираете те качества и те привычки, которые хотите выработать, и создаете для себя некий мотивирующий фактор. В нем убеждаетесь, что вам это нужно. Поэтому для начала выберите то, что вам покажется попроще. И начинайте это дело делать. Как только чувствуете, мотивация немножко падает, и в какое-то утро вы себе говорите, ну, сегодня я, пожалуй, схалтурю, и начинаете выдумывать какие-то моменты, придумайте себе новый мотивирующий фактор. То есть надо снова сесть, обдумать мотивирующий фактор, чуть ли не в виде медитации. Это не должно произойти. И ободхлестните себя вот такой вот, как бы, это новый тем. Да, само по себе все равно не получится. Это потребует неких усилий все равно, да? Ну, а что же? А по-другому не бывает. Вот. И так вот, трансформируйте мотивацию, немножко качая ее туда-сюда, вы будете вырабатывать одну привычку, потом ее санцепаните другую следом, потом третью, потом четвертую, и в итоге вы начнете формировать тем самым волю. Чем больше привычек вы полезных сформируете, тем больше будет формироваться волевой контур ваш. И вы потом вот этим самым натренируете, скажем так, над умением достигать тех задач, которые вы перед собой поставили, да? То есть достигать тех привычек, делая те дела, которые, может быть, и не хотелось, но считаете, что это нужно, и это правильно. А как только у вас это начнет хорошо получаться, вот эта панацея, любое дело хорошо получаться, значит, и вы почувствуете себя в нем, ну, практически, ну, экспертом, то есть вы будете этим заниматься долго, и у вас будет все здорово, все лучше и лучше получаться, вам это понравится. Вы испытаете удовольствие от этого. То есть вам будет интересно это делать. И будете испытывать действительно кайф. И тут уже не понадобится никакая мотивация, потому что само вот это чувство, сам выброс эндорфинов, энкефалинов, да, гормонов счастья, когда это все происходит, сам по себе подхлестывает будет у вас. Для вас это станет уже приятным хобби, да? Вот так вот. И здесь уже будет все намного проще. И достижение новых каких-то задач вы будете тоже рассматривать как некий способ в перспективе получить от этого, ну, кайф, удовольствие. То есть вы даже не представляете, когда вы добивались в чем-то результата, хорошего, вот, и не тратили на это огромное количество сил, то вы от этого получали кайф. Если затрачивается огромное количество сил, то удовольствия от этого трудно получить достаточно. Но когда у вас появились волевые качества, то вам на самом деле достигать всего становится намного проще, потому что вы не принуждаете себя ни к чему, вы делаете это автоматически, как профессионал. Вот. И достигаете результата довольно быстро, даже в новых для вас делах. И получаете от этого кайф. Вот. Получите неслыханный такой стимул для того, чтобы начать эффективно действовать. Вот. А второй способ, он чисто, ну, скажите, рациональный. Рациональный. Я последние годы действую больше, наверное, по методу рационального принципа. В чем он заключается? Он заключается в осознании своих отдаленных перспектив и выстраивании жизненных императивов, то есть принципов неких, которые являются константами такими для жизни. То есть для себя я определил это понятие, как действовать безупречно. Ну, немножко по Карлосу Кастанеду, да, это перекликается. У него там безупречная жизнь самая воина. У меня же, вот, выглядит это так. Я даже латинский нотаналог подобрал, создал, вернее, нотинтеградеонтас. То есть безупречно должное. Что это такое? То есть, если я считаю, что что-то делать правильно, то есть это делать должно, ну, например, чистить зубы с утра, мы знаем, что это правильно. Вот ребенок зубы не хочет чистить с утра. Хотя его там убедили, что это, в общем-то, правильно, и зубы целее будут, и все такое прочее. Вот. Но он этого не хочет. То, в принципе, делать это надо. И мало того, что это надо просто делать. Делать это нужно безупречно. То есть очень-очень хорошо. Не просто пойти намочить зубную щетку и там в рот ее засунуть. А сделать это очень хорошо. И от качества выполнения этих дел, от того, как они хорошо получаются, испытывать удовольствие. Ну, это перекликается, да, на самом деле. Вот. То есть это некий рациональный перфекционизм. То есть когда стремишься сделать что-то очень хорошо и очень качественно, и получить удовольствие как от процесса выполнения этого дела, так и от конечного результата. Даже в какой-то мере от процесса, может быть, даже больше пытаешься получить удовольствие. Ну, конечный результат имеет стратегически важное значение. Потому что я считаю, что если конечный результат недостижим, то и процесс сам бессмысленен. Это бесполезное времяпрепровождение. То есть это просто потеря времени. Я не приемлю такие действия вообще. Но это тема отдельного разговора совершенно. Но для того, чтобы прийти к такому рациональному, для этого надо, может быть, долгие годы было практиковать то, что я вот поначалу говорил. То есть действовать через мотивацию. Потому что я через этот путь сам уже прошел. Теперь, когда у меня воля есть, я действую через рациональный момент. Вот то, чем пользуюсь я, собственно говоря, и то, благодаря чему мне, как мне кажется, удается успевать многое. Хотя над чем работать есть все время. Работа над волей, это работа над волевыми качествами. Это работа постоянная, это работа длиной жизни. Нельзя натренировать какую-то мышцу и считать, что если потом ее дальше не развивать, то она, там, это все равно сама по себе будет мощной и всю оставшуюся жизнь. Ничего подобного. Этого не будет. Поэтому, то есть она будет, ну, как атрофироваться. Поэтому и работа над волей, это то же самое. Если вы даже воспитали свою волю, а потом не поддерживаете ее и стали давать себе послабления, отмазки какие-то в чем-то еще, то вы опять станете слабохарактерным. Она у вас атрофируется. Поэтому, я говорю, это работа длиной жизни. Но и эту работу можно рассматривать как тот же самый процесс, который в рамках перфекционизма своих действий можно превратить в удовольствие. Понимаете? Вот такая вот сложная штука. Я думаю, что мой этот эфир сегодняшний не все поймут, когда он на ютубе будет выложен. Вообще, конечно, это больше для зрелых людей и для родителей, которые воспользуются, возможно, этими методами, чтобы привить их в форме, там, в игровой какой-то, еще какой-то своим детям. Но человек незрелый не примет этих вещей, хотя бы даже в силу того, что, наверное, он их толком и не поймет. А самое сложное, что это все-таки не та волшебная таблетка, когда дали ряд каких-то простых практик, сказали, вот так вот сядь, в позу лотоса, представь, я могу все, я там, типа, супергерой, я самая одночаровательная и привлекательная женщина, как это в фильме было там, да, то есть убеждаю, и, значит, попытаться, значит, убедить себя там аутотренингом, что ты там супер-пупер, и в итоге в жизни все переменится там все. И это-то практика сложная, то есть аутотренинг. А это та, что я предлагаю, еще сложнее, хотя она будет эффективнее, потому что аутотренинг, по сути, это для многих самообман. Для того, чтобы аутотренинг освоить, нужно тоже понимать всю подноготную действие с практики этой. Можно сутками сам себе твердить, что я буду богатый и надо умереть в нищете. Понимаете? Вот так вот, да. Потому что все равно аутотренинг это лишь только, опять же, мотивация на действие. Он действие не подменит. То есть сколько бы вы себе не говорили, пока вы не начнете действовать, ничего не получится. Вот аутотренинг, он просто позволяет вам начать действовать в нужном направлении. И не более того, и не менее того. Ну ладно. В общем-то, все, что я хотел по этому поводу сейчас сказать, я сказал, потому что тема на самом деле очень большая. И в рамках вот такого прямого эфира, опять же, в рамках проекта подкаста «За рулем» я вам большего не расскажу, наверное, толком. Хотя эта тема очень серьезно проработана. Но мне всегда приятно, когда вопросы задают. Раз задали, я попытался ответить на него. Кстати, взял себе пометочку в блокнот. Обязательно по этой теме когда-то я разражусь серьезной статьей, либо очень хорошим каким-то видео, ну полноценным. И я про это все расскажу. А вас приглашаю подписываться на сообщество «Кухонный философ», которое есть абсолютно во всех популярных социальных сетях, в том числе и на Фейсбуке, вот, а также, ну есть в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Моем мире» на «Мейл.ру». Так что подписывайтесь. А также на мои другие каналы и на «Ютуб», где, кстати, это видео, вот это вот, и много других таких же видео похожих, где размышляется на разные темы, вот, и которые выложены в сообществе «Кухонный философ». Значит, есть это и все и на «Ютубе». Просто наберите на «Ютубе» «Михаил Шилов» или «Кухонный философ», и вы попадете на плейлист как раз по данной тематике. Всем пока, до новых встреч. Салют.